В новой цифровой реальности, когда значимая часть сотрудников во многих компаниях перешла на удаленный формат работы, средства коммуникации стали одним из самых востребованных и критически значимых в сфере российского корпоративного ПО. О последних достижениях и кейсах внедрения единой платформы коммуникации расскажет Антон Тен, руководитель отдела корпоративных продаж. Да, коллеги, добрый день. Все, кто уходит, не получат партнерскую скидку от Коммунигейта. Даже через Мерлион. Ну а всем, кто остался, повышенная маржа. Спасибо. Спасибо за вопрос про совместимость решения от моего офиса Коммунигейта. Коммерческой совместимости пока нет, у нас нет проектов совместных с ними, но у нас есть проект с конкурентом моего офиса, с компанией R7. У меня сегодня должен быть слайд про это. Немножко про нас, коллеги. Мы существуем давно. Мы существуем с 91-го года. Компания у нас зрелая. Ну не старая, прям в самом расцвете сил. Решение наше Коммунигейт ПРО – это платформа объединенных коммуникаций. Решение это вышло в первой версии в 98-м году. И с тех пор, соответственно, развивается результат, становится все лучше. За эти годы нам есть чем похвастаться. У нас есть офисы продаж в дальнем зарубежье. У нас есть проекты за рубежом. На самом деле у нас бизнес начинался как раз тоже с дальнего зарубежья. К сожалению, не с России. Потому что в 90-х годах продавать в России софт было, ну, несколько затруднительно. Потому что были прекрасные компакт-диски. Или там сначала дискет, муковые диски. Лучший софт всех времен. Как там, serial.txt. Зачем платить? В то время как на Западе за это готовы были платить. И особенно за хорошее решение. Соответственно, у нас сейчас присутствие больше 50 стран мира. У нас больше чем 130 миллионов, даже чем 150 миллионов пользователей коммунигейта. И почти 20 тысяч сейчас инсталляций по всему миру. В России самый большой проект у нас по количеству пользователей это МВД. Это 400 тысяч пользователей. Вот был вопрос. А какая самая большая инсталляция почты? Вот у нас в России это 400 тысяч. У нас есть за границей инсталляции коммунигейта на 900 тысяч. Ну, уже почти миллион. Это операторы связи. Потому что, понятно, такого большого количества пользователей в одной организации быть, наверное, не может. Даже в компании RGD, в которой работает миллион человек, коммуникациям пользуются 250 тысяч. И все эти 250 тысяч пользуются коммуникациями через CommuniGate Pro. То есть нам есть чем похвастаться и в России. Разработка, правообладание, головной офис, техническая поддержка. Все у нас находится в Москве. На метро «Октябрьское поле». Мы сделали отличный суперский шаг. Мы туда переехали в новый офис в марте 2020 года. И теперь у нас новый, красивый, с ремонтом и пустой. Потому что, господа разработчики, они как-то предпочитают работать из дома. И только продавцы, маркетинг, то есть и те, кто как раз старается на таких мероприятиях, вынуждены в офис приходить с удовольствием. Чем наше решение уникально, чем он отличается не только от похожих решений российских, но и зарубежных. Вся функциональность, которую вы видите на слайде, от электронной почты до контакт-центра, реализована в одном программном ядре. Если мы возьмем какие-то аналогичные решения, даже от грандов мирового программного производства, возьмем компанию Microsoft. У них есть прекрасная связка Microsoft Exchange плюс Sky for Business. Но это два разных решения, это две разные инсталляции, это разное лицензирование, разная функциональность. У нас все реализовано в одном программном ядре. CommuniGate Pro по факту это монолитное многопоточное серверное приложение. Функциональность ограничивается только лицензионно. Соответственно, если вдруг необходимо нарастить функциональность для каких-то пользователей платформы, нужно просто апгрейдить лицензию. Ввести новые ключи. Была только почта, хоп, появился SIP. Здесь была только почта с телефонией, раз появился контакт-центр, можно строить очереди вызовов, можно общаться не только по телефону, но и по видео через чаты, чтобы выслушивать претензии и благодарности ваших заказчиков. Здесь же в основном все-таки интеграторы. Вы прекрасно знаете, какие заказчики требовательны с помощью нашего инструмента. И вы можете принимать обращение от них, ну и они могут принять обращение от своих клиентов, либо граждан, если это гос. Сейчас в рамках импортозамещения, раз у нас сессия уж так называется, я про это буду говорить достаточно часто, наиболее востребованная функциональность CommuniGate Pro это почтово-календарная система. Это почта, это календари, это файловое хранилище. При этом без ложной скромности я скажу, что аналогов почтово-календарной системы CommuniGate Pro в России сейчас нет. В мире есть 4, 3,5 хорошо даже, почтово-календарных систем, отвечающие требованиям промышленного хорошего решения. Это, конечно, Microsoft Exchange, это бывший IBM Lotus, теперь это Lotus индийский. Есть еще Zimbra, она отличается тем, что она создана не проприетарным кодом, а создана из SPO, то есть это много-много-много всяких разных модулей между собой, интегрированных, хорошо интегрированных, тут не подкопаешься, но тем не менее. Ну и еще одна это CommuniGate, то есть у нас помимо того, что у нас есть Яндекс, ВКонтакте и Mail.ru, можем еще гордиться тем, что у нас есть уникальная платформа в России, коммуникации аналогов, которой в мире не так много. Что касается решений с чатами, например, это тоже промышленно хорошая вещь, но у этой части в России достаточно много конкурентов, есть много мессенджеров российских, они тоже работают неплохо. Мы отличаемся тем, что у нас помимо того, что есть свой собственный протокол к SIMS, по нему ходят все коммуникации от электронной почты до видео и до аудио, мы поддерживаем и стандартные протоколы. Соответственно, ваши заказчики привыкли работать с Thunderbird, привыкли работать с Quip, с ACQ, привыкли к телефонным аппаратам, привыкли к каким-то софтофонам. Они могут продолжать этим пользоваться, потому что стандартные протоколы передачи данных мы поддерживаем на 100%. Еще одно из преимуществ нашего решения – это кроссплатформенность. Мы работаем на любой операционной системе. Вот сегодня выступал коллега из Astralinux, который, как сказали, хорошо поет. Видимо, кто-то ожидал, что здесь будет karaoke battle, но нет. Здесь battle IT-решений. Но Александр действительно хорошо выступает и действительно неплохо поет. Я слышал. Иногда на конференциях есть автопатия, есть такое автоконфа, когда иногда люди ходят в караоке и раскрываются не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой в том числе. Так прекрасно наше решение работает, конечно, на российских операционных системах. Это Astralinux, это, конечно же, Alt, это, конечно же, Redos, это, конечно же, Rasa. Это четыре самые используемые операционные системы. Прекрасно наше решение работает на виртуальных средах. Это сегодня, в том числе, выступавший сегодня HostVM. С ним у нас есть сертификат. Это VMWare, это Brest, это Alt, виртуализация. Не знаю, есть ли у Redsoft виртуализация, но если есть, на ней, конечно же, Рус, там тоже мы прекрасно работаем. У нас из коробки реализован механизм отказа устойчивости. Он реализован на базе динамического кластера. Там дальше, может быть, немножко подробнее про это расскажу. Обеспечивается отказа устойчивость на уровне 5 девяток. Соответственно, на больших инсталляциях, тех самых десятках, сотнях, тысяч, миллионов пользователей, когда перерыв в сервисе, там даже в одну минуту, он критичен, особенно если мы используем, например, телефонию или видеосвязь, благодаря использованию динамического кластера от CommuniGate, мы эти риски снижаем практически на 100%. 5 девяток, это 9,9, запятая 9,9,9. Это если только бомба вдруг не попадет в ЦОД, то все точно будет хорошо. Много мы внимания уделяем безопасности. Про это тоже будет отдельный слайд, потому что CommuniGate изначально спроектирован для работы в открытых сетях. Вся эта история про закрытые контуры, про наложенные средства защиты, это на самом деле появилось относительно не так давно. Раньше все эти были открыты, все смотрели лицом в интернет. Такое, чтобы смотреть лицом в интернет безопасно, чтобы по этому самому лицу от хакеров не получить, в CommuniGate реализованы механизмы защиты. Дальше немножко подробнее про это расскажу. Проприетарность. Весь наш код написан с нуля нашими разработчиками. Язык разработки C++. Благодаря этому у нас очень небольшой дистрибутив. Он весит порядка 70 мегабайт. Вот вы видели, на предыдущем слайде огромная функциональность. Все это помещается в 70 мегабайт. И все это работает очень быстро, как раз потому что нет интегрированных между собой модулей, нет микросервисов. Это нативный чистый код без использования сторонних библиотек. И портозамещение как же без него. Мы входим в реестр российского ПО. И у нас есть сертификат в стэк по НДВ. Хотя, казалось бы, в наших любимых закрытых контурах зачем нам это нужно. Зачем нам нужен стэк? Но, тем не менее, требования заказчиков, против них мы не пойдем. Нужен стэк? Нужна бумажка? Пожалуйста, вот она сейчас до 2023 года. Потом будем продлевать. И, конечно, про деньги. Если мы сравниваем стоимость коммунигейт и стоимость иностранных аналогов, которые мы призваны в рамках этого процесса замещать, мы как минимум обычно на 40% в два раза дешевле. На больших проектах эта разница еще больше. Что же мы замещаем в рамках этого процесса? Я уже упоминал Microsoft Exchange for Business. Я упоминал Lotus, он же Domino. Но мы можем замещать иностранные решения, предназначенные и для малого бизнеса, таких как Emdemon, IceWarp. Потому что у нас есть проекты не только на миллионы, не только на сотни тысяч, но и на 25 пользователей, на 50, на 100. Мы плотно работаем с малым бизнесом, не только с государственными корпорациями, и с федеральными органами власти. И, конечно, можем замещать и open source, потому что по нормативке open source – это не импортозамещение. Хоть он и бесплатный. Хотя сейчас Минцифра, по-моему, что-то такое предлагает приравнять open source к российскому МПО, но мы, как российский вендор, решительно против этого возражаем. И думаю, что все остальные российские вендора с нами согласны. Про динамический кластер. Он у нас в классике четырехуровневый. Первый уровень – балансировщик. Это не коммунигейт. Любой балансировщик, который вам нравится. Железный, софтовый, раундробинс, все что угодно. Дальше идут фронтенды. Фронтенды – это точки терминации голосового трафика. Фронтенды – это сервера, на которых крутятся плагины антиспама антивируса. И фронтенды не имеют доступа к пользовательским данным. Ниже находятся бэкэнды. Бэкэнды – точки авторизации. Бэкэнды с фронтендами общаются по закрытому кластерному протоколу. И бэкэнды уже подсоединятся хранилки, в которой есть все. От пользовательских данных до мониторинга, логов и так далее. Соответственно, как ответственный интегратор, вы, конечно, заказчик рекомендуете бэкопировать эту хранилку где-то в другом месте географически. Если вдруг та самая однотысячная процента сработала и попала бомба, вы берете эту хранилку резервную, разворачиваете холодный кластер коммунигейта. Все работает так, как до катастрофы, так, как до того самого гипотетического взрыва. Про безопасность. Наверное, все, что можно придумать про шифрование паролей, про сэшн-куки, про интеграцию со службами каталогов, про двух фактор, про SSL-TLS для защиты веб-интерфейса, про контейнеры SMI, в котором реализованы алгоритмы ISDS. Все вот это в коммунигейте реализовано уже достаточно давно. Скоро будет реализован, например, протокол TLS 1.3. Сейчас 1.2 наиболее часто используемый. 1.3 пока не такой популярный. Вы помните, что там Google пытался перейти на 1.3, но поскольку производители тех же браузеров пока были не готовы поддержать, они от этой идеи временно отказались. Мы от нее не отказались, мы этот 1.3 реализуем. А дальше уже зависит от администраторов системы, администраторов заказчиков, будут ли они эту штуку включать. Потому что у нас, помимо того, что все эти средства безопасности реализованы, у нас еще реализован и механизм их активации либо деактивации. Администратор в графическом интерфейсе может выбирать уровень безопасности, какие протоколы включать, какие версии протокола включать или отключать, как сделать так, чтобы безопасностью не закрыть вообще работу с коммунигейтом. Вы же знаете, для офицера безопасности самое клевое это вообще все отключить. Совсем все. Доступа нет, ничего не сломается, ничего не взломает. Все хорошо. Целостность данных есть, целостность данных есть. Доступ есть, нет, неважно. Это не наша раздача, это задача системных админов. Красивые логотипы, про которые я уже говорил. Хочется отметить, что у нас есть сборки, конечно же, и под армовые процессоры, в частности, под Байкал. Коллеги из Байкала недавно нам предоставили машинку, под которую мы собрали сборку армовую. Пока только под одну операционную систему. Не буду говорить, какую, чтобы меня не начали бросать бутылки. Но оно есть, и под другие мы тоже соберем. Коллеги, не переживайте, вы нас знаете, за нами не заживеет. Если же у вас пока еще, у ваших заказчиков пока еще Windows, если у них какой-нибудь экзотический FreeBSD, как-то популярный, если у них полуось, если что-то там суперкомпьютерное, без проблем, коммунигейт заработает и там. Заходите на наш сайт, в раздел скачать дистрибутив. Там огромное количество сборок под разные версии разных операционных систем. Полтора-два года назад мы выпустили собственные клиентские приложения, десктопные и мобильные, и переименовали свой веб-интерфейс, который является частью сервера и присутствует уже там достаточно давно, в разных внешних проявлениях. Мы назвали все это к систему клиентскую свою, сама Weir. Это прекрасное слово. Я не буду его расшифровывать, потому что вы сами обо всем догадались. Идеология нашей клиентской инфраструктуры повторяет идеологию сервера. Все в одном интерфейсе. То есть из одного окна вы можете звонить, писать, работать с календарями, работать с файлами, переписываться в чатах, работать с настройками. Вся функциональность клиентской коммунигиты доступна из одного интерфейса. Решение тоже мультиплатформа. Десктоп работает на Windows, на Mac и на Linux. Мобильная часть работает на iOS и на Android. Пока еще не работает на Aurora, но уверен, что скоро мы это тоже сделаем. Тем не менее, как я говорил, мы поддерживаем стандартные протоколы передачи данных. Поэтому если ваши заказчики не хотят пока переходить на самый лучший в мире клиент коммуникаций, а хотят пока оставаться на своем наследуемом клиентском окружении, в том числе и проприетарным таким, как Outlook, мы даем инструменты для работы и с ними. Для работы с Outlook у нас есть MAPI Connector, который позволяет Outlook обмануть и работать с коммунигейтом через него почти так же, как с Microsoft Exchange. Пока импортозамещение не настигнет и это рабочее место, и они не перейдут либо на наш веб-интерфейс, либо на десктопный, например, Самовэйр. Вот слайд с расшифровкой функциональности. Как я говорил, все в одном интерфейсе. Решение мультиплатформенное. Сейчас Самовэйр работает только с коммунигейтом. Стандартные протоколы передачи данных пока не поддерживает. По разным причинам, в том числе потому, что, например, работать с общими календарями, с общими папками почтовыми стандартные протоколы не позволяют. А наш протокол к СИМС позволяет. Заработал. У нас есть внутри много инструментов для интеграции. Сегодня мы говорили про интеграцию с офисными пакетами. У нас есть такая интеграция рабочая с пакетом R7. Она позволяет работать с файлами из хранилища коммунигейта в интерфейсе коммунигейта без вызова интерфейса офисного пакета. В том числе можно, конечно же, работать совместно с документами, пока без поддержки версионности, но шарить и давать доступ другим пользователям тоже можно. У нас внутри есть собственный язык программирования CGPL. Он позволяет писать приложения для коммунигейта. Например, у нас есть партнеры, которые пишут приложения под телефонию, под какие-то свои сугубо кастомные задачи. У нас есть открытая документация, в том числе и по API, в том числе и по нашему языку. Она представлена на сайте. Если есть какой-то вопрос, можно почитать, либо обратиться в нашу чтеническую поддержку. Она у нас работает на русском языке. Пока не 24 на 7. Но у нас есть партнеры, которые первую линию поддержки в том числе закрывают круглосуточно во всех часовых поясах. Давайте, наверное, я уже немножечко не укладываюсь. Про наше лицензирование. Основные моменты – это, конечно же, количество пользователей. Второй основной момент – это редакция продукта. Три основные редакции. Первый – Message Plus. Это почтово-календарный сервер и файловое хранилище. Без совместной работы. Все, что касается безопасности инструментов администратора, здесь остается. Единственное, нельзя, например, использовать общий календарь. Нельзя использовать делегирование, либо шарить почтовые ящики между собой. Редакция Corporate потому так и называется. Она потому, что она отвечает всем задачам корпоративного использования. Шаринг календарей, делегирование в сценарии секретарь-директор, общие почтовые ящики, шаринг файлов, работа с теми же самоофисными файлами через интеграцию с офисными пакетами, работа с Outlook через MAPI-коннектор, почта на мобильном устройстве в стандартном приложении, входящем в мобильную операционную систему, через любимый всеми протокол ActiveSync. Все это в корпоративе реализовано. Это все возможности Message Plus и совместная работа. Старшая редакция Unified включает в себя все то, о чем я говорил, плюс SIP. Здесь появляется голос, здесь появляется аудиоконференция, использование Коммунигейта в качестве офисной АТС, видеозвонки, пока что точка-точка. Для реализации ВКС у нас есть интеграция с ВКС-системами, с такими как TrueConf, например, Venteo. И мы планируем в следующем году внедрить ВКС уже в Коммунигейт. Отдельно лицензируется плагин Adispam антивируса, кластер и контакт-центр. Контакт-центр, кстати, с версии 6.3, которая вышла в прошлом году, тоже входит уже в состав единого ядра. Что у нас нового? По сравнению, например, с началом 2020 года. Первое – это экосистема клиентов. До этого у нас ее не было, был только веб-интерфейс. А настольные решения были всесторонние. Теперь у нас есть тот самый замечательный Самовэйр. Мы разработали новый курс обучения, коллеги, для вас, либо для ваших заказчиков. До этого был базовый курс. Теперь есть углубленный, который позволяет максимально эффективно разворачивать, администрировать Коммунигейт, ну или мигрировать на Коммунигейт с каких-то других систем. У нас появилась утилита миграции с Microsoft Exchange. Раньше она была только по MAPI. Теперь для новых версий Exchange, начиная, по-моему, с 13-го, появилась утилита миграции по EWS. Это быстрее, это надежнее, и это для новых версий привычнее. Мы стали поддерживать версию ActiveSync 16.1. Она позволяет работать с вложениями в календарные события на мобильных устройствах. До этого в ActiveSync этого не было. Появился в 16.1, и мы оперативную версию 16.1 поддержали. И поскольку мы работаем много и с операторами связи в том числе, мы заинтересованы в том, чтобы они могли правильно сдать свою сеть регуляторам, мы начали поддерживать расширенные требования к СОРМу, а именно передача данных в требуемых форматах при маршрутизации медиазвонков, передача в СОРМ-системы. Мы первыми из разработчиков российских почтовых серверов получили сертификат о том, что мы поддерживаем кириллические домены. У нас появился просмотр списка писем по тредам, то есть по теме, грубо говоря. Плюс появились кастомные теги к письмам, и у нас появилась оптимизация поиска в LDAP. Это когда у вас, например, 150 тысяч контактов, и в нашем веб-клиенте вы можете очень быстро найти там того коллегу, которого хотите. Какие-то другие почтовые клиенты этого не позволяют. Что мы планируем выпустить в ближайших релизах? Это, конечно же, новые чаты. Чаты новые у нас будут максимально похожи на привычные. Всем упомянутые сегодня уже ватсапчики, телеграммчики. То есть создавать чаты для своих коллег рабочих, добавлять их туда вы сможете привычно. В том числе вот эти все галочки о прочтении и так далее, они будут реализованы в так называемых чатах 2.0 в первом квартале 2022 года. Мы создадим свой собственный механизм архивации резервного копирования. Мы внедрим в ближайшее время, в первом квартале, а перед следующим годом, алгоритмы гостового шифрования. Сейчас для этого есть механизмы. Например, шифрование аналитических кривых. Но алгоритмов гостовых пока у нас нет. В начале следующего года они появятся, и мы отдадим это все дело на сертификацию. Про кейсы. Я уже упоминал сегодня РЖД. Так, где у нас товарищ модератор? Я почти закончил. Про РЖД это большой кейс. Это, наверное, один из самых больших кейсов государственных компаний, госкорпораций. 250 тысяч пользователей. С 2015 года коллеги в течение трех лет переходили на коммунигейт. Сейчас все сотрудники РЖД работают в почтовой календарной системе, реализованные в коммунигейт-про. Много мы работаем, например, с такой госкорпорацией, как ОСК. Предприятия, такие как Рожданский морской завод, Северная верфь, Адмонтийские верфи, используют коммунигейт в своей работе. И мы рассчитываем, что в самое ближайшее время коммунигейт-про станет официальным стандартом для судостроительной корпорации. Много мы работаем с региональными органами власти, исполнительной. Проекты у нас, как правило, реализуются для решения задачи централизации коммуникации внутри региона. Причем не только для самого РАИВа, но и для муниципалитетов, для школ, для лечебных учреждений. Соответственно, количество пользователей достаточно большое. В республике Юдмуртия в итоге будет 25 тысяч пользователей. Это не самый большой регион. Если регион побольше, типа Новосибирской области, например, то там десятки тысяч, 40, 50, 60 тысяч пользователей. И пока в России, опять же повторюсь, почтово-календарной системы, которая может переварить эффективно такой объем пользователей, пока еще нет. Но вот коллеги из моего офиса обещают, что скоро ситуация изменится. На самом деле это здорово. Это заставляет нас идти вперед и становиться лучше и лучше. Федеральные органы власти. Самый наш продвинутый, цифровизированный Федеральный орган государственной власти это налоговая служба. Коллеги с 2018 года используют коммунигейт на 150 тысяч пользователей. Начинают потихонечку закупать и клиентские приложения. И мы рассчитываем, что в итоге, в самое ближайшее, наверное, время, все 150 тысяч пользователей, сотрудников ФНС, будут эффективно взимать налоги с помощью, в том числе, и нашего клиентского окружения. Все-таки что-то с кликером происходит. Наверное, потому что у вас там Windows у всех на компьютерах, а не российская операционная система. Известный университет, он был и так известен, да, в плане импортозамещения он стал известен еще больше. Вы все помните этот прецедент, когда одна американская айтишная компания наложила санкции на университет имени Баумана и отказалась продавать свои решения. Но, что касается коммуникаций, Бауманка не пострадала, потому что, как вы видите, больше 12 лет использует российское прекрасное решение CommuniGate Pro для электронной почты, для ВАИПа, для чатов. В том числе CommuniGate Pro был интегрирован с их внутренними системами университетскими. Landbilling, электронный университет. То есть им осталось решить, в принципе-то, простые задачи. Операционная система, офисный пакет, что-нибудь еще. Самое главное, у них уже давно замещено. Замещали мы, кстати, не иностранное решение, а СПО. Орлы здесь тоже есть, как и в предыдущих презентациях. Просто их не так много, потому что мы заточены не только на орлов, мы работаем с бизнесом, мы работаем с иностранными компаниями. Вот, например, есть компания Сита прекрасная, которая обслуживает крупные аэропорты мира. Соответственно, минутка холостовства более разнообразная. Коллеги, на этом все. Я готов ответить на вопросы либо из зала, либо вопросы модератора. Давайте аплодисменты. Аплодисменты сначала. Спасибо. Нет, мы в этих исследованиях пока не участвуем. Мы слишком жадные, чтобы там участвовать. Там надо денег немножечко заплатить, насколько я знаю. Но если бы участвовали, то, конечно, да, мы были бы в правом верхнем углу. Не сомневайтесь. У вас был вопрос. Пока еще нет, но в ближайшее время будет. Вы правы, это действительно задача не сервера, это задача именно клиентского окружения десктопного. Понятно, что Outlook сейчас сам популярный почтовый клиент и все локальные базы хранят на компьютере у себя пользователи именно в формате PST. Это одна из приоритетных задач. Мы ее обязательно решим, но вы понимаете, коллеги, что работать с проприетарным форматом, закрытым, очень сложно. Но у нас прекрасный разработчик, который с этим справится. Я очень надеюсь, что в этом году. Разработчика? Он у нас не один. Я лично привит. Хотя QR-код сегодня у меня, по-моему, даже не спросили. Подумали, что я сотрудник Мерлиона. Я рано приехал. Мы рассчитываем, что этот, да. Антон, спасибо за выступление. У меня такой вот вопрос. Может быть, вы наблюдаете какие-то интересные тренды в корпоративной коммуникации? Может быть, например, корпоративные мессенджеры убьют полностью почту совершенно? Или что-то такое? Какие-то изменения? Нет, конечно, использование чатов свободных таких, как WhatsApp и Telegram, корпоративных. Чат-боты. Чат-боты – это уже некая настройка над чатами. У нас чат-боты тоже есть, кстати, они с нашими чатами работают. У нас есть интеграция с тем же самым Telegram, например, с Facebook мессенджером. Но это разные задачи. То есть чаты – это вопрос-ответ. Вопрос-ответ. То есть что-то быстрое, требующее быстрой реакции и, наверное, не такого какого-то глобальной стратегической проработки. Электронная почта – это более официальный путь общения. Электронная почта – это то, что помогает поднять историю обсуждения, в отличие от чатов. Да, в чатах, сказать, достаточно сложно. А есть коллеги, которые в чатах пишут так. Вот у меня есть такой коллега в одном из партнеров. Он пишет, привет, следующее сообщение, Антон, следующее сообщение у меня. Следующее сообщение – вопрос. То есть там найти вообще все сложно. Письмо – это более официальное, Это более, как я даже назвал, в общем, логи проще вести, проще искать и проще контролировать, чем мессенджеры. Хотя мессенджеры, конечно, становятся популярнее и это глупо отрицать. И последний вопрос. При импортировании замещения программного обеспечения очень важно грамотно организовать проект. Расскажите об основных моментах, которые необходимо проработать, учесть. Если мы говорим про замещение, это замена одного на другое. Поэтому первое, что нужно делать, это аудит. Это, я думаю, знаем не только мы, это знают все наши партнеры. Интеграторы это знают, и дистрибьюторы, и все другие вендора. Нужно понять, что есть у заказчика. Более того, нужно понять, какой версии это есть у заказчика. Например, вот что касается нас. Мы замещаем много-много-много Microsoft Exchange. Он есть разных версий. В каких-то версиях есть PowerShell. В каких-то версиях его нет. Соответственно, миграция становится сложнее, потому что сложно, невозможно приписать в этом случае скрипты на Microsoft Exchange. Где-то есть MAPI. Где-то есть EWS. Где-то у заказчика клиентское окружение. Например, он уже привык к вебу и может пользоваться дальше вебом от CommuniGate. Вместо OVA. Где-то коллеги должны работать исключительно. Вот они привыкли к Outlook и должны дальше работать с Outlook. То есть у нас появляется новая задача в процессе миграции. Распространить MAPI Connector через групповые политики. И тут возникает еще один вопрос. А умеют ли админы заказчика пользоваться GPO? Как показала практика, не всегда. Тут на помощь приходят интеграторы. И, соответственно, квалифицированный партнер. Это один из важнейших критериев успеха импортозамещения в общем. Спасибо. А, вот еще вопрос. Очень приятно. Вы упомянули в начале выступления, в середине выступления про обучение. Что доступна новая программа для партнеров по обучению. Где они проходятся, сколько они стоят. И, соответственно, как стать тем самым квалифицированным партнером, по которому вы только что говорили. Смотрите, коллеги. Что касается обучения. У нас сейчас есть один авторизованный учебный центр компании Softline. Там проводятся три курса. Курсы для пользователя, курсы для администратора и продвинутые курсы для администратора. Сколько они стоят, это нужно обращаться туда. Потому что мы там цену не устанавливаем. Для партнеров, тех, кто хочет обучиться коммунигейту, учебный центр представляет скидки. Заметные, хорошие. Учиться можно как очно в Москве, так и удаленно. Но помимо того, чтобы научиться, нужно еще практиковаться. То есть для этого мы предлагаем лицензии Not for Resale. НФР для партнеров. Ставите у себя стенд. Либо есть партнеры, которые полностью переходят сами на коммунигейт у себя внутри в офисе. Используют в своих бизнес-процессах. И благодаря, так сказать, набивают руку, практикуются. И потом уже реализовать проект на коммунигейт для них становится гораздо проще. Спасибо. Аплодисменты Антону. Субтитры создавал DimaTorzok